здравствуйте сегодня на лекции аудирования мы будем выбирать правильный ответ так чтобы закончить диалог также у нас будут задания с рисунками и нужно будет выбрать правильный рисунок на лекции чтения мы будем подбирать правильное по смыслу слова в текст и также будем находить ответы на вопрос о чем говорится в тексте в этом задании нужно закончить диалог давайте вместе переведем на русский язык они не кисло до свидания смысле как хорошо оставаться и так если нам говорят они не кисло хорошо вам оставаться что мы можем ответить давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один ты итак если нам говорят они не кисло до свидания как хорошо оставаться то это означает что человек скорее всего куда-то уходит и ему нужно сказать хорошего вам пути чонгдаб правильный ответ номер четыре аня не кассею 5번 처음 뵙겠습니다 давайте переведем на русский язык чоум пепкессим니다 рада познакомиться итак как же можно закончить диалог давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один цель моккессим니다 приятного аппетита номер два цель чинесим니다 у меня все хорошо номер три чонгмаль уровень манимнита мы давно не виделись номер четыре маннасо бангапсим니다 рада знакомству итак если нам говорят рада познакомиться как мы можем ответить что мы рады знакомству чонгдаб правильный ответ номер четыре маннасо бангапсим니다 давайте переведем на русский язык 여기 앉으세요 садитесь здесь а теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один номер один кумапсим니다 спасибо номер два кроссим니다 да это так номер три номер три 환영амнита добро пожаловать номер четыре чукамнита поздравляю чонгдаб правильный ответ по смыслу нам подходит номер один 고мапсим니다 여기 앉으세요 садитесь здесь 고мапсим니다 спасибо 15번 저거 우리 가방 같은데요? 제가 가지고 올게요 잠깐만 기다려요 подождите в этом задании нам даны четыре рисунка из них нужно выбрать тот рисунок который по смыслу подходит к диалогу давайте для этого переведем диалог на русский язык 저거 우리 가방 같은데요? вон то по моему это наша сумка 제가 가지고 올게요 я ее принесу 잠깐만 기다려요 подождите немного итак женщина говорит вон то по моему это наша сумка это означает что на рисунке женщина должна показывать на сумку и раз она говорит вон то это означает что сумка находится не рядом с ней а где-то далеко если мы посмотрим на картинки то на номер один как раз мужчина и женщина стоят женщина показывает на сумку которая на конвейере и находится далеко 정답 это и есть наш правильный ответ рисунок номер один 16번 편하고 좋네요 그런데 좀 짧은 거 같아요 그럼 이 바지를 한번 입어 보세요 давайте переведем диалог на русский язык чтобы определить правильный рисунок 편하고 좋네요 удобно и хорошо 그런데 но 좀 짧은 거 같아요 но кажется немного коротко 그럼 тогда 이 바지를 эти брюки 한번 입어 보세요 попробуйте померить итак мужчина говорит что удобно и хорошо но коротко то есть на картинке должен быть мужчина показывающий на какую-то вещь и она должна быть короткой такие рисунки у нас под номером один там короткая футболка мужчина на нее показывает под номером два мужчина в брюках смотрится в зеркало и они кажутся короткими и номер три мужчина держит в руках брюки и вполне можно подумать что они короткие но дальше женщина отвечает но дальше женщина отвечает померите эти брюки это означает что женщина предлагает брюки мужчине и скорее всего у нее в руках должна быть пара брюк как раз на рисунке два у нас стоит женщина держит в руках брюки и мужчина смотрится в зеркало на нем брюки и по-моему и даже кажется что на рисунке они коротковаты чем да значит правильный ответ номер два прочитайте и ответе на вопросы к тексту давайте сначала переведем текст на русский язык 우리 형은 혼자 여행을 자주 갑니다 мой старший брат часто путешествует 여행하면서 путешествие 아름다운 견치를 보면 기억 если увидит красивый пизаж 기억 그리고 이 그것을 это 가족이나 친구들에게 선물합니다 я дарит это или их семья или друзьям 형이 그린 곳은 모두 멋있습니다 места нарисованы моим старшим братам очень красивые 형은 мой старший брат 오늘 저에게 сегодня мне 예쁜 바다 그림을 줬습니다 дал картину с красивым морем 저도 я тоже 그곳에 한 번 가고 싶습니다 хочу как-нибудь в это место поехать в этом задании нам нужно дополнить предложение одним из вариантов у нас было предложение таким 여행 хамянцао 아름다운 견치를 보면 기억 путешествие если увидит красивый пейзаж 기억 теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов номер один кэрэль сэмнида пишет номер два йопсорэль сэмнида покупает открытку номер три кэримэль кэримнида рисует картины номер четыре сазенэль чиксэмнида фотографирует чтобы найти правильный ответ в этом задании нам нужно посмотреть на еще одно предложение чтобы понять старший брат покупает ли открытки рисует ли картины либо фотографирует следующее предложение было таким хьёньи кэрэль госэн моду бочисэмнида места нарисованные моим старшим братом очень красивые ключевое слово кэрэль гот места нарисованные то есть старший брат рисует картины 정даб значит по смыслу нам подходит номер три кэримэль кэримнида и у нас получается такое предложение путешествие если увидит красивый пейзаж рисует картины в этом задании нужно найти правильный ответ который подходит по смыслу с текстом для этого давайте сначала выделим ключевые слова ключевые слова этого текста будут такие старший брат путешествует один 아름даун кюнг чй красивый пейзаж кэримэль кэримнида рисует картины кажёг이나 친구들эке сонмурамнида дарить семье или друзьям О support今天 я, сегодня мне, 예쁜 падак ыота.кыримэль � ASSIMIIDA дал картину с красивым морем Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов номер один 형은 보통 가족과 여행을 갑니다. Старший брат обычно путешествует с семьей. Номер 2 저는 오늘 형에게 선물을 받았습니다. Я сегодня получил подарок от старшего брата. Номер 3 저는 이번에 바다로 여행을 갔습니다. Я в этот раз ездил на море. Номер 4 형은 여행을 가서 가족의 선물을 갑니다. Старший брат путешествуя покупает подарки с семье. Мы знаем по ключевым словам, что старший брат обычно путешествует один. И на море ездил старший брат. И также старший брат не покупает подарки, а он рисует. 정답 Правильный ответ номер 2 저는 오늘 형에게 선물을 받았습니다. Этот человек сегодня получил подарок от старшего брата. Давайте прочитаем и переведем на русский язык. 지난 주말에 на прошлый выходной или на прошлый выходные 친구들과 같이 우리 야구장에 갔습니다. Мы с друзьями вместе ходили на бейсбол. 집에서 телевизион으로 야구를 본 적은 많았지만 я дома часто видел или видела бейсбол по телевизору, но 야구장에 간 곳은 처음이었습니다. Но первый раз был или была на бейсбольном стадионе. 그곳에는 사람들이 정말 많았습니다. Там было очень много людей. 우리는 мы 경기를 보면서 смотря на матч, 치킨도 먹고, и курицу ели, и 함께 дорыду 불렸습니다. Вместе пели песни. Итак, в этом задании нужно дополнить предложение из четырех данных вариантов. Давайте посмотрим на предложение. По сравнению с матчем по телевизору смотреть бейсбол, киок, намного интереснее. Итак, почему интереснее или где интереснее смотреть? Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Спать на выходные. Номер два. 경기를 해보는 곳이. Пробовать соревноваться. Номер три. 친구 집에 가는 곳이. Идти домой к другу или подруге. Номер четыре. 야구장에서 보는 곳이. На бейсбольном стадионе. Итак, по сравнению с матчем по телевизору смотреть бейсбол, где, на бейсбольном стадионе, намного интереснее. 정답. Правильный ответ номер четыре. 야구장에서 보는 곳이. Получается такое предложение. По сравнению с матчем по телевизору, смотреть бейсбол на бейсбольном стадионе намного интереснее. В этом задании нам нужно выбрать правильный ответ, который по смыслу подходит с текстом. Давайте для этого выделим ключевые слова. ключевыми словами будут. Я구장에 갔습니다. Ходили на бейсбол. Телевизион 야구 본 적은 많았지만 часто видел бейсбол по телевизору. Ган госын 처음이었습니다. Первый раз смотрел напрямую, то есть на стадионе. 사람들이 정말 많았습니다. Было очень много людей. 경기를 보면서 смотря матч. 치킨 먹고, ели курицу, норы 불렀습니다. пели песни. Телевизион 보다. По сравнению с телевизором, 야구장 재밌었습니다. Бейсбольный стадион намного интереснее. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 야구장이 처음 가봤습니다. Я первый раз был или была на бейсбольном стадионе. Номер два. 야구장이 저는 음식을 먹을 수 없습니다. На бейсбольном стадионе нельзя есть еду. Номер три. 경기를 본 후에 치킨을 먹습니다. После матча пошли есть курицу. Номер четыре. 야구를 부른 사람이 별로 없습니다. Было мало людей, пришедших посмотреть на бейсбол. По ключевым словам, мы знаем, что людей было много. Курицу ели, пока смотрели матч. И на бейсбольном стадионе можно есть еду. Но этот человек первый раз был на бейсбольном стадионе. 정답. Правильный ответ номер один. 저는 야구장에 처음 가봤습니다. Давайте прочитаем текст и переведем на русский язык. 우리 집 고양이 이름은 미미입니다. 나 шукошку зовут 미미. 6개월 전에 шесть месяцев назад 제가 퇴근해서 попути домой с работы. 집에 들어올 때 길에서 만났습니다. я встретил или встретила ее на дороге. 그때, тогда, 미미는 다리를 다쳐서, 오, 미미 была повреждена 나가, и, 힘들어 보였습니다. Выглядела она плохо. 그리고, и, 배도 고픈 것 같았습니다. Также казалось, что она голодная. 저는 미미를 집으로 데려와서, я принес или я принесла 미미 домой, и, 밥을 주고 약도 발라줬습니다. дал или дала покушать и помазала лекарство. Но в смысле, что обработала рано. То есть, я принес 미미 домой, дал покушать и обработал рано. 처음에, сначала, 미미는, 미미, 저한테 가까이 오지 않았습니다. ко мне близко не подходило. 하지만, 이제는 기억, но теперь ей 기억. Итак, в этом задании нужно закончить предложение, подобрав из четырех вариантов правильный ответ. Давайте посмотрим на предложение. Предложение было таким. 하지만, 이제는 기억, но теперь ей 기억. Чтобы правильно закончить это предложение, давайте посмотрим на предыдущее предложение. Оно было таким. 처음에, 미미는 저한테 가까이 오지 않았습니다. Сначала 미미 ко мне близко не подходило. 하지만, 이제는, но теперь ей, и дальше нужно закончить предложение. ключевые слова будут такие. 처음에, сначала, какая 오지 않았습니다. близко не подходило. А затем, 하지만, но, то есть, что-то произошло с 미미, и что-то обратное по смыслу, с предложением, которое у нас идет, как близко не подходило. Давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 밥을 잘 먹습니다. Хорошо кушает. Номер два. 새 이름이 생겼습니다. Появилось новое имя. Номер три. 집으로 돌아가습니다. Ушла домой. Номер четыре. 좋아요는 것을 좋아합니다. нравится быть со мной. Итак, сначала 미미 ко мне близко не подходило, но теперь ей, и по смыслу нам подходит, нравится быть со мной. 정답. Правильный ответ. 좋아요는 것을 좋아합니다. У нас с вами получается такое предложение. 하지만, 이제는, 좋아요는 것을 좋아합니다. Да. Но теперь ей нравится быть со мной. Прежде чем найти правильный ответ, давайте выделим ключевые слова. Итак, 6 месяцев назад. Возвращаясь домой, я встретил ее на дороге. Была повреждена нога. Педу коппун. Также голодная. Чибыру 데려васа. Принесла домой. Пабыль чугу. Дала покушать или дал покушать. Ягту палячо습니다. Обработал рану. Чоанте какая 오지 она습니다. Не подходила ко мне близко. 하지만, но, 좋아요는 것을 좋아합니다. Ей нравится быть со мной. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 저는 다친 고양이를 도와주었습니다. Я помог или я помогла раненой кошке. Номер два. 저는 여섯 달 전에 고양이를 샀습니다. Я 6 месяцев назад купил или купила кошку. Номер три. 저는 길에서 고양이를 잃어버렸습니다. Я на дороге потерял или потеряла кошку. Номер четыре. 저는 처음부터 고양이와 친하게 지냈습니다. Я с самого начала хорошо ладил или ладила с кошкой. По ключевым словам мы знаем, что этот человек с самого начала с кошкой не ладил. Также кошку этот человек не терял, а нашел на дороге. Поэтому эту кошку он не покупал. Но из всего текста и по ключевым словам видно, что человек помог раненой кошке. 정답. Поэтому правильный ответ номер один. 저는 다친 고양이를 도와주었습니다. Сегодня на лекции аудирования мы попрактиковались в нахождении правильного ответа так, чтобы закончить диалог. Многие фразы такие как 저는 다친 고양이를 도와주었습니다. которые используются вместе, просто надо запомнить. Также мы сегодня послушали диалог и нашли нужный нам рисунок. Для этого нужно определить, какие детали диалога нам указывают на верный рисунок. Сегодня на лекции чтения мы попрактиковались в переводе текстов и в ответах на вопросы к тексту, включая дополнение предложения в тексте верным по смыслу вариантам. Чтобы все задания выполнить правильно, нужно понимать смысл текста и искать ключевые слова. Ключевые слова помогают запомнить порядок рассказа в тексте и его главный смысл. Спасибо и всего вам хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok